24 по 29 июня 2013 года мы снова собрались в Затоке в рамках этнолагеря Береги и провели семинар, посвященный диагностике и авторию. После проживания взаимной радости от встречи и от знакомств, мы обнялись подарками и обсудили наши планы. К сожалению, набирает силу тенденции снижение качества обслуживания и ремонта автомобилей. Но ведь доверяя нам ремонт своих автомобилей, в конце концов клиенты доверяют нам своей жизни и жизни своих близких. А это ответственность поболее, чем за плохо покрашенный забор. Были проанализированы причины описанных явлений, и хочется надеяться, что встречи, подобные нашему семинару, смогут замедлить этот нежелательный процесс. Другой важной проблемой является удурчающее состояние окружающей среды и здоровье наших граждан. Недаром Украина занимает такое позорное место в такой одиозной компании. Первый день семинара был отмечен этим потрясающим мастер-классом, который блестяще привели Николай Назаренко и Юрий Ахли. Кроме описания устройства этой системы, участники смогли ознакомиться с подчастью от различных производителей. Конструкция устройств и датчиков с типичными неисправностями. И главное, своими глазами увидеть все стадии проверки, обслуживания и ремонта на примере машины одного из наших участников. Магия увиденного ремонта, показанная ведущей, заправка и особенно технология пайки радиаторов и безоргонного сваривания лимуниевых деталей, буквально завораживает у всех. Следующий день. Улиционный. Александр Передерий сделал доклад о своей практике определения неисправности электрических цепей. Были показаны различные приспособления, описаны примеры их использования, рассмотрены алгоритмы и методы поиска различных причин. После этого был заслушан и обсужден его же доклад о сигналах управления форсунками различного типа. И на практике были продемонстрированы технологии проверки напряжения и токов форсунок с помощью разных приспособлений и USB осциллографов. Поскольку тема перепрограммирования достаточно актуальна, то на третий день был проведен мастер-класс, в ходе которого было показано, как это делается с помощью программы Кринфлэша и Кринфлэй. Садоклад был посвящен обзору различных программ диагностики Мацубишу и Суглару. Интересно, что один из участников, который не смог приехать в Затоку, провел свое выступление как бы на расстоянии. Михаил Кудрявцев из Москвы заранее прислал свои видеоматериалы, а затем в онлайне дал необходимые пояснения и ответил на множество вопросов относительно возможности устройства поиска места сумыкания и опрыва автомобильной правды. Все, сигнал потерялся. Кроме этого, были продемонстрированы видеоматериалы другого заочного участника, Евгения Уханова из Владивостока. Были показаны результаты использования 5-мм эндоскопа. Отдельное время было ответено практики ремонта систем переменного газораспределения и обсуждены способы ее проверки. Был показан пример снятия очистки тойотовского масляного фильтра клапана управления давлением и в том числе проверка самого клапана. На примере Мазда CX-7 Юрий Ахрименко рассказал о проверках и ремонте системы ЛВТ и рассмотрел некоторые причины ее неисправности. Учитывая популярность и распространенность диагностической программы Toyota TouchStream, значительное место было уделено рассмотрению возможностей интерфейса пользователя, правил и особенностей ее использования, возможностей углубленной диагностики и обслуживания в автомобиле этого монстра-аспекта. Вслед за этим был проведен мастер-класс по диагностике электронных систем Toyota Yaris. Особое внимание мы уделили относительно новой электронной системе управления зарядкой аккумулятором. На примере этого Yaris были показаны возможности TechStream и рассмотрены различные аппаратные интерфейсы. Отдельно хочется отметить, что при проведении этого нашего семинара проводились онлайн-трансляции и занятия, в ходе которых желающие могли в прямом эфире смотреть и служить доклады, то есть участвовать в нем, хотя и заочно. Надеемся, что если все получится, то в сети будут размещены более подробные видеоотчеты о каждом дне семинара. Хочется отметить, что участники могли найти себе и другие занятия. Позагорать на безлюдном пляже, сходить в поход ночное, научиться лепить из глины, назначить встречу у фонтана, поучаствовать во множестве других программ летнего лагеря береги. Нельзя не сказать, что во время семинара мы отметили юбилей нашего общего доброго приятеля Сергея Ворсина и позже нарочно и доставили юбиляру наше поздравление и подарок. Всего тебе доброго, Сергей! Грустно, но как-то незаметно семинар подошел к концу. После его окончания всем участникам были уручены сертификаты, а ведущие были награждены еще и юбилами. Вынуждены отметить, что так как некоторые вопросы потребовали большего внимания, то часть тем нам пришлось отложить на другой раз. Хотя как тут не вспомнить совет гурманов о том, что кушать нужно так, чтобы вставать со стола с легким чувством голода. Надеемся, что в следующем году мы нагоним пропущенные. И заодно, возможно, увеличим время таких встреч до 6-7 дней. И хочется надеяться, что мы сможем и в будущем году испытать радость совместной работы и отдых. И снова соберемся на приветливом берегу Черного моря. Удачи вам, парни! И, конечно, огромное спасибо всем, кто нам помогал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok